Уже по традиции ветераны ВМФ города Сарова приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Едут саровчане туда не с пустыми руками, а с передвижной выставкой «Адмирал Ушаков». В течение недели выставка экспонировалась в Кронштадте в Морском Никольском соборе. Таким образом, о личности непобедимого адмирала и о Саровском музее военно-морской славы узнали свыше 36 тысяч гостей с разных уголков России. Мы успели за неделю провести 85 экскурсий. Конечно, не бесплатные. Пользовались большим успехом. Всегда пользуются успехом. Многие уже знают и ждут нашего приезда, потому что, конечно, это увлекательный, интересный рассказ. Тем более, вы знаете, мы не записываемся, не описываем, то есть нет брошюры, поэтому работаем только вживую. И каждый раз узнать что-то новое, пребывает как можно больше год от года количество людей, которые хотят узнать в шоку именно истинную информацию. Также саровчане провели три мастер-класса для экскурсоводов Кронштадта и Санкт-Петербурга. Экскурсии длились почти три часа. По словам Сергея Яковлева, экскурсоводы северной столицы остались под большим впечатлением. И многие приемы работы взяли на заметку. Саровский музей военно-морской славы становится все более известным и любимым в различных регионах России. Организаторы выставки стали участниками еще одного важного события. Открытие памятника Федору Ушакову в Санкт-Петербурге. Появление памятника в северной столице ждали 107 лет. В Санкт-Петербурге организован конкурс памятников. В нем участвовало 32 автора, 32 скульптора. Мы тоже не заявляли, что мы были участниками, потому что наша форма, она тоже обладает, вы знаете, своей яркой индивидуальностью, является единственной ручной реконструкцией в мире. Поэтому победитель Владислав Моначицкий, который занял первое место, он, естественно, сразу к нам обратился. На основе мундира адмирала скульптор делал памятник, выверял пропорции, размеры, форму одежды и так далее. К концу года передвижную экспозицию планируют пополнить еще одним стендом, посвященным истории создания памятника. Также Саровский музей военно-морской славы принял участие в Великом освящении храма Богоявления Господня в селе Хапылеве Рыбинского района Ярославской области. Именно в этом храме была сделана запись в метрической книге о рождении в семье Ушаковых мальчика, которого нарекли Федором. Выставка побывала и там. В храме представили и новый предмет экспозиции – боевое знамя, которое подарил Союз православных женщин города Москвы. Такое знамя существует пока в единственном экземпляре. Саровский музей военно-морской славы планирует принять участие в создании центра Ушакова на речном вокзале в столице. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.